В последние несколько лет интерес к роботам колоссально растет. Самому создать робота хочется, наверное, многим. И школьникам из Нижнего Новгорода и области выпала такая возможность на первом робототехническом хакатоне RoboHack Croc Нижний Новгород. С хакатоном мы начали проект Автонет для школьников. Мы привлекаем молодых людей для того, чтобы они паяли, программировали, собирали роботов, собирали автомобили для участия в соревнованиях. Мероприятие проходило в течение двух дней. За это короткое время участники собрали и запрограммировали робота, который самостоятельно умеет проходить гоночную трассу. Кроме соревнований робомобилей на трассе, на хакатоне провели конкурс по танцам среди роботов и поединок компьютерного зрения, во время которого участникам нужно было с помощью робота просканировать слово и прочитать его после компьютерной обработки. И все это умеют делать школьники. Здесь у нас 20 команд участников, более 60 человек. Ребята приехали из Нижнего Новгорода, из Нижегородской области и даже из других городов России. Многие участники хакатона говорили, что хотели бы в будущем сами создавать роботов. Под робототехниками нужно понимать очень много, но те навыки, которые ребята получают на нашем хакатоне, это в принципе и паяние, и программирование, и главное, они наконец-то могут эту тему попробовать и как-то дальше применять. А человек с паяльником, он проживет в любое время. Еще несколько лет назад роботами увлекались только мальчишки. Сегодня же механизированный мир интересует и слабый пол. Мы из Новинской школы, из Богородского района. И мы приехали сюда получать знания по робототехнике. И побеждать. Да. И девочки действительно победили в номинации «Евротрасса». А команда мальчишек из 180-го лицея Нижнего Новгорода стала победителем в номинации «Стандартная трасса». Собственноручно собранных роботов победители забрали домой в качестве призов.